Уже по сложившейся традиции на праздник города Венспас проходит фестиваль парикмахеров и визажистов «Морская орхидея». В этом году фестиваль прошел уже в седьмой раз. Праздник красоты предоставляет возможность мастерам и новичкам продемонстрировать свои навыки в сфере парикмахерского искусства и макияжа. В этом году фестиваль имел небольшое отличие – он был благотворительным. Даша Логина страдает редким генетическим заболеванием – синдромом Неттертона. У нее нет верхнего слоя кожи. Кожа все время обновляется. Даше можно помочь. В Израиле врачи уже поставили точный диагноз. Осталось провести генетический анализ для того, чтобы выяснить, какие гены виноваты и выяснить, как в дальнейшем лечить Дашу. Такой генетический анализ стоит 2000 евро. Организаторы фестиваля надеялись с помощью венспасчан и гостей города собрать всю сумму. В этом году принимали участие команды из Венспаса, Риги, Лепы, а также гости с Украины, Киева. Каждая команда смогла пофантазировать, опираясь на тему «Морская орхидея». «Это красота, свобода, выражение и фантазия». «Морская орхидея» – это всегда что-то связанное с красотой, что-то очень нежное, тонкое, что-то очень душевное. Надеюсь, что моя команда, мои макияжи передали эту главную тему этого праздника. Команды готовились к фестивалю с самого утра для того, чтобы уже в час дня на площади Дзерново в венспасчане и гости города смогли оценить творческие работы мастеров. Мы пробовали где-то 4 или 5 раз. Встречали все вместе, а прически, майкап и все остальное здесь на месте. И в принципе было обдумано и подготовлено только то, как мы будем выступать на сцене. Времени на самом деле было очень мало, потому что у меня есть все-таки другая работа основная, которой приходится очень много времени уделять. В перерывах между работой мы пытались как-то встретиться и достаточно быстренько все сделали благодаря, конечно же, поддержке моей команды. Одна бы я не справилась. В моей команде две девочки-танцовщи, самая главная модель, которую я сегодня красила, и она же хореограф, которая помогала сделать танец. Еще у нас есть мальчик, но сейчас как бы занят. На фестивале можно было увидеть модное дефиле, танцевальные номера, ну и, конечно, зрители смогли познакомиться с новинками в области парикмахерского искусства и визажа. По окончанию благотворительного праздника красоты было собрано 671 евро и 27 евроцентов. Все деньги были переданы бабушке Даше, Лидии.